приветствую вас на канале киприада и стоит с меня зовут наталья и сегодня мы с вами находимся в регионе лунга пич это один из самых туристических районов на северном кипре на данный момент и он отличается тем что несмотря на то что вы находитесь на кипре вы все равно чувствуете себя как дома потому что здесь очень много именно наших снгшных ребят и так сегодня мы находимся у застройщика который застраивается непосредственно в самой турции но сейчас он обратил свой взор на северный кипр и решил строиться здесь тоже эта квартира 2 плюс 1 площадью 120 квадратных метров цены здесь на двушки начинается от 118 тысяч фунтов и так это прекрасная квартира уже продается вместе с мебельным пакетом мебельный пакет здесь стоит 17 тысяч фунтов но в него входит все от мебели бытовой техники даже ложки вилки и постельное белье вместе с полотенцами тоже входит в эту стоимость что во-первых мне здесь бросается в глаза это то что несмотря на то что здесь открытая планировка зала и кухни она как бы поделена прихожая выполнена в кафельном стиле при этом наша зона зала выполнена в ламинате мебель здесь везут из самой турции растамаживают и уже здесь ее размещают также у нас залок прекрасный выход на балкон который где-то 25 28 квадратных метров и с него открывается прекрасный вид на море и на зеленые поля кипра также на территории самого комплекса есть большой олимпийский бассейн вместе с аквапарком для детей и есть еще бассейн и поменьше еще одна фишка этой прекрасной квартиры это то что с этого балкона когда вы сюда попадаете зала вы можете попасть прямо в одну из спален как вы видите постельное белье здесь уже постелено потому что она входила стоимость обстановки всей квартиры выходя из спальни номер один вы попадаете в санузел здесь у них по стандарту есть душевая кабина и раковина также в стоимость входит бойлер для горячей воды ну а теперь прошу вас пройти в прекрасную спальню номер два но перед этим вот наша стиральная машинка в принципе если вы хотите вы можете убрать вот эту полочку а сюда поставить корзину для грязного белья или же сюда можно как-то вмонтировать машинку для сушки белья а сверху поставить все химические средства для уборки так сказать а вот теперь прошу вас зайти в прекрасную хозяйскую спальню номер два что мне здесь нравится это то что здесь есть прекрасный французский балкон с него вы также можете увидеть на море прошу вас подойти поближе и посмотреть и так же что удобно представьте что вы родители у которых есть маленькие дети среднего возраста лет десяти вы можете с балкона наблюдать за тем как они плавают у вас в бассейне и играются то есть всегда дети у вас будут под контролем еще хочу обратить ваше внимание на то как покрашены стены в этой комнате где-то они белого цвета где-то зеленого и она этот цвет он отличается от обычно как любят красить у нас на кипре то есть здесь они прям не постеснялись и покрасили стены в более такой сочный зеленый цвет но естественно если вам не нравится такой темный цвет спальне вы всегда можете его попросить перекрасить более светлые тона и то что вам нравится больше ну или в принципе можно будет поклеить обои на эту стену тоже будет очень красиво также дверь здесь на колесиках что хорошо, потому что она не съедает пространство, когда вы открываете и закрываете. Итак, давайте еще раз быстренько пробежимся по ценам и по квадратуре квартир. Студии здесь 56 квадратных метров и стоимость у них начинается от 56 тысяч фунтов. 1 плюс 1 здесь площадью 71 квадратный метр и цена начинается от 82 тысяч фунтов. И как мы уже говорили, 2 плюс 1 здесь от 118 тысяч фунтов и площадью 130 квадратных метров. Естественно, чем выше ваш этаж, тем выше будет стоимость квартиры. По плану оплат в готовых блоках здесь первоначальный взнос 50 процентов от стоимости квартиры и 50 процентов вы выплачиваете в течение 12 месяцев. Если же вы покупаете квартиру в строящемся блоке, то первоначальный взнос опять же 50 процентов и остальные 50 вы выплачиваете в течение 24 месяцев. Итак, сейчас мы с вами находимся в квартире 1 плюс 1. При входе у нас тут есть ниша, в которую можно поставить специальный шкафчик, который будет использоваться, чтобы вешать ваши вещи и обувь. Итак, проходим дальше. Туалет опять же с дверью на колесиках, чтобы она не занимала много пространства. Если вы присмотритесь, то в туалете вы здесь не найдете бойлера для горячей воды. Почему? Мы вам расскажем чуть позже, а точнее покажем. Прошу вас пройти за мной в зал с кухней. Как вы опять же можете увидеть, здесь у нас разделен кафель от ламината и при этом в зоне самой кухни здесь есть совсем маленькое пространство с капелью. Это, кстати, очень удобно, потому что если вы вдруг здесь что-то готовите и что-то у вас падает вниз, это будет гораздо легче вытереть и оно не причинит какого-то ущерба вашему ламинату, потому что она упала на камень. Куда же делся наш прекрасный бойлер? А он у нас на балконе, чтобы он не занимал много места в туалете. И, слава богу, температура на Кипре позволяет нам это сделать и с бойлером ничего не случится, потому что летом здесь, конечно, жарко, но и до такой сильной степени, а зимой здесь не так сильно холодно. Сегодня у нас 25 февраля, но температура у нас где-то плюс 18 градусов. Как видите, мы в рубашке, без курток. В общем, погода отличная. Теперь пройдемте обратно в кухню с залом и все-таки я хочу попросить вас обратить внимание на эту прекрасную мивль. Вот она прям такая массивная, крепкая и по ней видно, что она качественная. Особенно мне очень понравился этот прекрасный столик, который похож на книжку. Прям хочется его раскрыть. Кстати, может быть, он даже открывается и туда можно что-то положить. Нет. Но ничего страшного. Когда-нибудь кто-то придумает такой прекрасный столик. Теперь давайте опять же пройдем в спальню. Как и в прошлой квартире, у нас тут балкон объединен вместе с залом. То есть вы можете с зала попасть в спальню, спальню, попасть в зал и будет вам очень удобно. И опять же хочу добавить, что несмотря на то, что здесь в спальне одна стенка покрашена таким красноватым цветом, оно сильно не давит и не бросается в глаза, потому что оно как-то тут гармонично так сделано. И вот приятное ощущение оно оставляет все-таки. Так, теперь мы с вами находимся в студии. Опять же, на входе нас ждет ниша, которую можно использовать по своему усмотрению. Прекрасная разлежная дверь, которая не занимает много места. Итак, поскольку мы естественно находимся в студии, то спальная зона, зона отдыха и зона готовки у нас находится все в одном месте. Но, в принципе, если вы хотите, то здесь можно немножко сделать по-хитрому. Вот эту прекрасную постельку можно будет повернуть спиной сюда, а здесь как бы ее отгородить уже каким-нибудь специальным шкафом или специальной ширмой. Можно даже обратиться за советом к дизайнеру, который вам поможет сделать это красивым. И у вас как бы будет студия, но все равно спальная часть она будет отделена от вот этой вот гостевой зоны. Еще равно вот мне очень нравится, как они это выполняют. Несмотря на то, что здесь покрашено в такой, можно сказать, яркий ядовитый свет, три стороны, то все равно оно прям сильно так в глаза не бросается и, ну, лично мне смотреть приятно. Естественно, на вкус цвет стекломастера разный, но в любом случае при желании все это можно подменять под себя. Окна здесь пластиковые с двойным остекленением. Вот наша прекрасная садовая. Еще наш оператор посоветовал, что эту мебель можно смазывать специальным маслом для мебели. Называется оно Wood Oil. И они могут вам служить очень долгое время на протяжении там десятилетий. И еще посмотрите, пожалуйста, в эту сторону. С тех квартир, которые мы смотрели до этого, это 1 плюс 1 и 2 плюс 1, был вид на море. Но в этой студии вы можете смотреть как на горы, так и на море. Конечно, море здесь совсем маленький кусочек, но вот я, допустим, очень сильно люблю горы. И вот я всегда, если бы я выбирала, то я бы выбрала именно вид на горы, если честно. Также еще хотелось бы добавить, что помимо ресторана и игровой площадки, которые расположились на первом этаже данного жилого здания, там есть еще и маленький ботанический сад. А крыша, кстати, сделана из стекла, что пропускает очень много света. Вроде и мелочь, но все равно приятно. В комплексе 5 блоков апартаментов, каждый по 13 этажей и на каждом этаже по 16 квартир. Также на территории комплекса есть свой мини-зоопарк, где вы можете увидеть курочек, уток, индюшек, кроликов, козочек и даже поросенка. Ну и естественно, как не обойтись без ресторана в комплексе, который выполнен в английском стиле и называется Шерлок. Ну а на этом у нас на сегодня все. Подписывайтесь на наш YouTube канал, Telegram канал, оставляйте комментарии и до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok